Добрый день, дорогие слушатели! Вашему вниманию предлагается тема 4. На самом деле предлагается не просто тема 4, но и предлагаются к ней методические рекомендации, в которых предложены образцы решения задач. Также предложены задачи для решения самостоятельного. Там же есть теория, которая нам необходима. В сегодняшнем занятии мы с вами сосредоточимся на решении задач, связанных с кинематикой, уравнением теплового баланса, законами сохранения, законами сохранения импульса и механической энергии, распространения волны в среде, законы ума, нам понадобится знание мощности, а также законы оптики. При этом мы с вами не забываем о том, что физика без математики не существует, поэтому нам математические знания, конечно, очень понадобятся. Ну и напоминаю вам каждый раз, что как только у нас появляется задача, во-первых, мы ее должны четко усвоить условия, разобраться со всеми данными, которые находятся в этой задаче, затем записать дано, я не везде это делала, но я это буду проговаривать, а затем перевести все единицы в необходимую нам систему, систему СИ, да, вы знаете, интернациональную, да, и уже потом приступать к написанию тех необходимых форм, закономерностей, которые позволят получить правильное решение задачи. И еще напоминаю, что необходимо проверять полученные данные в результате ваших расчетов на достоверность, на соответствии тому, что есть в реальном окружающем нас мире. Ну, конечно же, каждая задача, да, она сопровождается критериями, оценивая возможного решения задачи. Ну вот переходим к решению задачи номер один. Условие такое. Испытательный полигон для автомобилей состоит из круговой трассы длиной 1000 метров. Полный круг автомобиль проходит за время Т, равное 40 секунд. Первые 150 метров автомобиль движется равно ускоренно с ускорением А, а остальную часть дистанции он движется с постоянной скоростью. Нам необходимо найти ускорение и скорость. Еще раз повторяю, что к критерии мы вернемся, а сейчас давайте посмотрим на решение задачи. Ну, здесь мне удалось создать дано, поэтому мы записали, что весь путь 1000 метров, время 40 секунд, ускорение у нас константа, да, первая часть, первый отрезок пути 150 метров, который он движется с постоянной скоростью, нас просят найти эти величины. Давайте рассуждать. Ну, во-первых, мы сразу из условия задачи можем найти, чему равен второй путь, да, из общего пути вычитаем первый отрезок пути и получаем 850 метров. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, мы, зная общую время движения автомобиля по этому кругу, да, можем сразу найти значения для Т1 через известные величины. Какие? Соответственно, Т1 – это время, которое движется автомобиль на первом участке пути, а Т2 – это время, которое потребуется автомобилю для преодоления второго участка пути. Поэтому мы можем записать, выразить Т1 через, соответственно, общее время и время для второго участка пути. Зная это все, мы с вами можем записать, что уравнение, которое позволит нам здесь определить, что скорость, потому что отношение пути ко времени – это есть у нас, что скорость. Но скорость с другой стороны у нас может быть выражена также через что? Через произведение времени на ускорение. Мы можем выполнить подстановку. Какую? 150 – это первый участок, да, это есть единица, деленная на 2а, и умноженная на, мы говорим, время в квадрате. В данном конкретном случае это время Т1 в квадрате. Соответственно, у нас получается, что Т1 – время движения автомобиля на первом участке пути. В1 равное АТ1 – это конечная скорость автомобиля на первом участке пути. Соответственно, получаем вот такое уравнение, еще раз повторяю, за номером 1. С1 – это вот эта часть нашего решения, да, уравнение номер 2. Это есть 1, 2, АТ1 в квадрате, длина первого участка. Соответственно, мы должны решить систему уравнений, да, в которой у нас имеется первая часть, да, и вторая часть. Что мы с вами сделаем? Мы из первого уравнения нашей системы выразим ускорение А, и оно будет равно на соотношению второго участка пути, деленное на что, на время, в течение которого это все, что происходило. Из второго уравнения системы мы тоже найдем А. А у нас равно отношению, да, первого участка пути ко времени, в течение которого это все происходило. Соответственно, в первом, во втором случае мы проговариваем, что ускорение у нас величина какая? Одинаковая, да, потому что это то ускорение, которое приобретено автомобилем в конце движения на первом участке пути. Соответственно, мы будем решать это уравнение относительно Т2. Если выполнять все действия правильно, да, то у вас получится, смотрите, что получается, А равно 850 деленное, и в знаменателе у нас представлено Т2 умноженное на 40 минус Т2. Дальше что мы с вами делаем? Мы с вами производим вычисления. Приравняли одну часть к другому, да, сокращаем на определенные вещи, да. В случае необходимости мы с вами проговариваем, что величина 40 минус Т2 не может быть нулем, да, потому что время в нашей задаче не нулевое. Соответственно, мы можем на него сократить. И после сокращения у нас получается выражение. Вот здесь оно пропущено сознательно для того, чтобы вам дать возможность решить задачу самостоятельно с математикой, используя ее, да. 85 умноженное на скобочках 40 минус Т2 равно 30Т2. Дальше что мы с вами делаем? Выполняем сокращение на 5, и получается то, что уже здесь есть, да, 23Т2 равно 40 умноженное на 17. Значит, Т2, я увидела ошибочку, да, вот здесь Т2 в записи, когда переносила, равно после деления 29,36 секунды. Ну, принимаем это приблизительно равным 30. И возвращаемся к нашему условию, что Т1 равно 40 минус Т2, мы получаем, что первое время равно 40 минус 30, равно 10 секунд. Зная эти величины, мы можем вернуться к нашему уравнению и найти ускорение А, которое равно 2С1 деленное на Т1 в квадрате. Подставляем цифры. С1 – это у нас 150. 150 умножили на 2. 10 возвели в квадрат – это 100. 300 поделили на 100. Получили 3 метра за секунду. Дальше скорость, соответственно. Чему у нас равна произведение ускорения на время? Получаем 3 умножили на 10. Получаем 30 метров за секунду. Хотя в условии задачи не требуется перевода в километры в час. Но, тем не менее, мы можем это сделать и получаем 108 километров в час. Итак, давайте вернемся к критериям. Критерии нашей задачи таковы. Если написаны отдельные формулы, имеющие отношение к задаче, но решения задачи нет, то это 1 балл. Если правильно написана система уравнений, вот та, про которую мы говорили, где выражение первого пути и второго пути через ускорение и времена, то получаем 5 баллов. Если мы получили правильный ответ задачи, то мы получаем еще 2 балла. То есть максимум, который мы можем набрать на этой задаче, 8 баллов. И здесь они все у нас с вами набраны. Следующее, что можно вам сказать. Может быть, здесь вам будет более короткий путь. Он больше в выражениях, чем в цифрах. Поэтому вот если вы по нему пройдете, как раз таки все, что мы с вами проговаривали. Если мы выпримем в конце первого участка как произведение ускорения на время, пожалуйста, соответственно, второй путь – это разница между всем путем и первым путем. И это есть произведение скорости на время Т2. Выполняем постановку и получаем вот такое выражение для пути второго. Дальше мы привязываемся к тому, что время – это есть сумма времен первого и второго участка пути. И, соответственно, первый путь – это есть вот такое отношение. АТ1 в квадрате пополам. То, что вы знаете. Из записанных соотношений мы нашли как раз таки нужные нам времена. А зная времена, можно найти скорость и можно найти ускорение. То есть все логично и все связано. Следующая задача. Вася принес домой с улицы снежок массой 200 грамм, слепленный из мокрого снега. Мокрым называют снег, содержащий воду. Температура снежка – 0 градусов Цельсия. Вася поместил снежок в ведерко, в котором было 2 литра воды при температуре 25 градусов Цельсия. При этой температуре температура общей массы получившейся воды стала равна 18 градусов. Определить процентное содержание по массе влаги, предполагается, мы говорим про воду, которая была в снеге. И даются постоянные. Удельная теплоемкость воды, удельная теплота плавления льда. И нам советуют потерями теплоты пренебречь. Ну, я думаю, что вы с такой ситуацией сталкивались. Учитывая то, что сейчас у нас с вами творится в Краснодарском крае, да, снега идут, все получают от этого максимальное удовольствие. И влажный, мокрый снег мы с вами себе представляем. Итак, давайте смотреть на решение задачи. Давайте себе представим, что все, что принес Вася, мы представим равным единице. Тогда, соответственно, х – это будет массовая доля воды в мокром снеге, да, а единица минус х – это будет что у нас с вами? Как раз таки снег. Для этого мы с вами запишем теперь уравнение теплового баланса, которое выглядит следующим образом. Вначале мы нагреваем с вами воду в снеге, затем отдельно нагревается вода до определенной температуры, и в итоге мы получаем, что вся масса подогревается от температуры, вернее, она опускается, да, у нас от температуры Т2 до температуры Т1. При этом у нас с вами М мало – это масса мокрого снега, а здесь масса воды. Ну что, остается только решить это уравнение. Решаем его относительно, конечно же, х. Чтобы решить относительно х, для этого нужно раскрыть, необходимо раскрыть скобочки и уединить слагаемое, которое содержит х. И мы с вами получим, да, все, что находится здесь, переносится куда? Вправо. Здесь слагаемые раскрываются, и хм лямбда остается у нас слева, а единица м лямбда тоже переносится вправо. Затем уединяем сам х, да, через что х остается слева у нас с вами, да, а справа появляется следующее выражение. М минус, дробь, в которой представлено все, что у нас находилось справа. Произведение удельной теплоемкости воды на массу воды. Дальше разность температур от высокой до той, которая осталась, да, 18 градусов. И дальше минус, произведение теплоемкости воды на массу мокрого снега и температура, до которой это опустило. А здесь у нас плавление, да, воды. Соответственно, подставляя значения, которые у нас есть, мы можем получить процентное содержание этого снега. Цифра получается у нас, ну, доля воды в мокром снеге. Цифра получается 0,34, но поскольку нам необходимо представить массу воды в снеге в процентах, это 34%. Ну, эту же задачу, да, можно посмотреть теперь критерии, да, критерии оценивания решения задачи. Если верно составлено уравнение теплового баланса в любом виде, ну, то есть в том, который вам удобен и понятен, это 5 баллов. Если получено выражение для процентного содержания воды, это 3 балла. И если верно найдено численное значение процентного содержания воды, это 2 балла, то есть это задача, на самом деле, да, на 10 баллов. Задача не сложная с точки зрения решения, но главное, чтобы было понимание процесса. Следующая задача. Шар массой 2 килограмма, движущийся со скоростью 4 метра в секунду, соударяется с шаром массой 3 килограмма, движущимся ему навстречу по той же прямой со скоростью 2 метра в секунду. После удара шары движутся вместе. Нас просят определить, какое количество теплоты выделилось в результате соударения. Ну, вы видите, что задача на 10 баллов, здесь такая разбивочка прям на большие крупные блоки, но ничего, мы сейчас с вами с этим разберемся. Итак, какая у нас ситуация, да, во-первых, не забываем записать дано, что масса первая у нас есть, масса вторая, да, у нас есть скорость движения шаров, и нас просят найти количество теплоты, которое выделилось. и вы точно понимаете, что все, что происходит, да, все изменения происходят как раз-таки за счет убыли механической энергии. Поэтому первое, что мы с вами делаем, записываем закон сохранения импульса для двух тел. они у нас провзаимодействовали, значит, уже векторные, векторы со скоростей мы сняли, у нас появился знак минус, потому что по условию задачи они движутся навстречу друг к другу, соответственно, скорости имеют разное, ну, вдоль одной прямой, поэтому у нас появился минус. Дальше они движутся с одинаковой скоростью и с общей массой. Одинаковую скорость мы обозначили через букву У, а сумма масс у нас здесь присутствует и обозначили через первое уравнение. Из этого закона сохранения импульса мы с вами найдем общую скорость как отношение разности импульсов первого и второго тела к их сумме масс тел. Поставили значение и получили выражение, цифровое выражение, численное выражение в результате 0,4 метра за секунду. Чтобы понять, какое количество теплоты выделилось, мы должны с вами вернуться к явлению, которое мы знаем и с вами как закон сохранения механической энергии. И отсюда мы найдем как раз таки количество теплоты. Как это выглядит? Вот здесь у нас первая часть закона сохранения механической энергии, потому что энергия до взаимодействия равна энергии после взаимодействия. Вы помните, поскольку шары движутся, то мы это находим через сумму кинетической энергии первого шара, кинетической энергии второго шара и той энергии, которой обладают шары после взаимодействия. Осталось только что сделать? Подставить наши данные из условия задачи. Здесь все понятно. 2 на 4 в квадрате пополам, 3 на 2 в квадрате пополам. И здесь мы с вами нашли общую скорость и подставляем ее сюда. Все это очень быстренько считается, складывается, вычитается, и в итоге получается 20 на целый 60-х джоуля. Теперь давайте вернемся в критерии. Смотрите, верно записаны уравнения формулы, перечисляются какие? Закон сохранения энергии, закон сохранения импульса и формула для вычисления кинетической энергии. Ну, если разбить на части, то можно сказать, что это приблизительно одинаковые части. Один балл дается за то, что все формулы представлены. То есть 2 за закон сохранения энергии, конкретно применительно к этой ситуации, для 2 закон сохранения импульса и формула для вычисления кинетической энергии. Ну, конечно, необходимо все это выразить для получения, скажем, общей скорости движения шаров после взаимодействия. Ну и дальше выполнены необходимые математические преобразования расчеты дается 3 балла. Да, мы проверяем на достоверность, потому что в результате движения шаров не может получиться очень сильная потеря энергии, но она вот оказалась такой, какой мы с вами рассчитали. То есть задача на 10 баллов решена. Следующая задача. Летучая мышь летит перпендикулярно к стене со скоростью 6 метров в секунду, издавая при этом звук частотой 45 килогерц. Какие две частоты звука ню-1 и ню-2 слышит летучая мышь? Скорость распространения звука в воздухе принять равная 340 метров в секунду. Ну, давайте разбираться с этим условием. Во-первых, необходимо записать дано. В дано у нас присутствует скорость 6 метров за секунду. Здесь тот самый случай, когда частоту надо перевести из килогерц в герц, это будет 45 на 10 третьей степени герц, да, и нас просят найти частоту, с которой испускается звук и частоту, с которой она принимает этот звук. Ну, давайте рассмотрим. Запишем формулу, описывающую явление эффекта Доплера. Вот она у нас присутствует, да. Значит, частота звука равна отношению сумме скорости распространения звука, затем скорость частота звука, которая посылается источником звука, да, деленная на скорость распространения звука, да, минус минус скорость движения источника звука и умноженная на частоту. Если скорость у нас больше нуля, то, соответственно, наблюдатель движется по направлению к источнику звука. Если скорость движения источника звука больше нуля, то источник звука движется к наблюдателю. Соответственно, отсюда мы делаем вывод. Летучая мышь слышит звук, который отражается от стенки с частотой, определяемой формулой. Ню 1 равно С плюс О деленное на С минус О и умноженное на скорость распространения звука. И здесь мы ее можем посчитать. Что мы получаем? Что частота равна 340 плюс 6 делю на 340 минус 6 и умножаем на частоту, которую спускает наша летучая мышь. В итоге мы получаем то, какую частоту слышит мышь. Это 46 616,8 Гц. А звук, который ей спускается, он имеет ту же самую частоту, которую она и спускает. То есть 45 на 10 третий Гц. Соответственно, записываем ответ. Соответственно, записываем ответ, который у нас представляется. Частота первая 46 616,8 Гц. И вторая та, которую спускает сама летучая мышь. Ну, давайте разбираться. Значит, если правильно подобрана формула для определения частоты звука, то это 5 баллов. Если верно выполнены математические расчеты, то это 4 балла. И если правильно записан ответ, то есть представлены оба ответа, и частота, которая испускается, и частота, которая принимается, то это еще один балл. Итого за решение этой задачи можно получить 10 баллов. Следующая задача. У экспериментатора Глеба был школьный стрелочный вольтметр, позволяющий измерить напряжение до 4 вольт. Напряжение буковка О1 обозначили сразу. Методом подбора Глеб установил, что если последовательно с вольтметром подключить резистор с сопротивлением 6 кОм, тогда этим вольтметром можно будет измерять напряжение до 10 вольт. Глеб решил модернизировать вольтметр. Он рассчитывал, что если параллельно вольтметру подключить шум, то есть резистор определенного сопротивления, то с помощью получившегося прибора можно будет измерять силу тока максимально до 10 мкА. Нас просят узнать, каково сопротивление шумта. К разболовке вернемся чуть позже. Давайте смотреть. Здесь нам необходимо воспользоваться законом ОМО для участка цепи. Напоминаю вам, что здесь надо перевести сопротивление в ОМО из килоомов, а силу тока из милиамперов перевести в амперы. Теперь уже работаем с теми формулами, которые у нас есть. Пусть внутреннее сопротивление вольтметра равно R малое. Применим закон ОМО для участка цепи схемы с вольтметром. И, соответственно, произведение силы тока на сопротивление, это есть напряжение. При этом мы говорим, что это максимальное, которое протекает через вольтметр при отклонении сделки на всю шкалу. Запишем закон ОМО для запнутой цепи, то есть сила тока умноженная на общее сопротивление, это есть напряжение второе. Мы должны выполнить определенную подстановку для того, чтобы получить выражение для R. Что мы для этого делаем? Мы определяем, что U1 умноженное на сумму сопротивления равно U2 умноженное на R. Отсюда мы находим, что R малое – это есть произведение сопротивления на дробь, в числителе которой первое напряжение, деленное на разность напряжения. Выполнив подстановку, получаем 4 кОма. Помним, что если в Омах мы брали, то это 4 на 10 третьей Ома. Затем нам необходимо определить, какой же шум надо подключить. Соответственно, мы записываем формулу для вычисления максимального значения тока. Ток, который течет через шум, и тот, который течет через вольтметр – это есть максимальный ток, и мы эту формулу обозначаем цифрой 3. Затем, с учетом первого выражения, что I1 – это есть U1, и, соответственно, мы можем выполнить подстановку. И получаем, что отношение первого напряжения к сопротивлению шумта, но здесь необходимо было сделать промежуточные вычисления и с использованием математики, плюс U1 на внутреннее сопротивление – это есть максимальное значение тока. Из этого выражения надо найти R шумта. Что опять мы делаем? Произведение, произведение равно, уединяем затем R шумта и получаем следующую формулу. Произведение сопротивления на U1 делится на произведение сопротивления на I максимальное, из которого вычисляется разность напряжений. При постановке цифр, помните, что здесь 6 кОм, то есть 6 на 10 в 3, здесь у нас с вами 4 Ома, здесь 6 на 10 в 3, здесь у нас с вами 10 на 10 в минус 3, и минус здесь 10 минус 4. При выполнении постановки получаем ответ приблизительно 444 Ома, потому что здесь получается дробное выражение, но мы округляем до целого. Итак, каковы критерии, которые здесь применяются? Ну, правильно записан закон Ома в схеме с вольтметром, да, и за это получаем 2 балла. Правильно применен закон Ома после подключения добавочного сопротивления еще 2 балла. Получено выражение для внутреннего сопротивления, это 1 балл. Приведено выражение для максимального значения тока, то есть ток, который мы можем провозить через модернизированный вольтметр. Это 2 балла. И найдено правильно, верно, то есть выполнены все математические действия, все подстановки, все переводы. Это получается еще 3 балла, и того за эту задачу можно получить 10 баллов. Следующая задача тоже очень интересная, как и все предыдущие. Если нагревать воду от комнатной температуры до температуры кипения в массивном чайнике, заполненном наполовину, то коэффициент полезного действия процесса составит 0,85. Чему станет равен КПД нагревания полного чайника? Полезным коэффициентом является нагревание только воды, а не всего того, что находится вокруг воды. Тепловыми потерями в окружающую среду пренебречь, и к разболовке мы вернемся чуть позже. А сейчас смотрим возможное решение задачи. Так, давайте сюда вначале. Значит, предполагается, что коэффициент полезного действия, я думаю, что вы эту формулу знаете, да, это есть что, отношение, ну, в общем случае, да, чего, произведение теплоемкости, жидкости, в первом случае на изменение температуры, да, деленное на сумму теплоемкости, да, умноженное на изменение температуры. Соответственно, во втором случае, поскольку у нас с вами происходит по условию задачи изменение в данных, еще раз, да, заполнено половину, то есть у нас масса меняется в два раза, да, соответственно, у нас появляется коэффициент полезного действия, который привязывается к этому увеличению. Здесь у нас масса в два раза становится, здесь, соответственно, тоже происходят изменения. Если мы решаем правильно, с точки зрения математики, эту систему относительно коэффициента полезного действия 2, то у нас получается следующая формула. 2 КПД первое, деленное на КПД первое плюс единица. Поскольку мы можем сюда подставить значение 0,85, да, и вычислить, получается, 0,92 или 92%. С точки зрения физики, надо сказать, что эта задача непростая, но ее можно решить математически, и это тоже будет правильно. Смотрите, мы обозначим х – это количество теплоты, которое затрачено на нагрев воды в первом случае. у – это количество теплоты, затрачено на нагрев воды во втором случае. То есть по факту мы с вами будем решать задачу относительно двух неизвестных. Тогда коэффициент полезного действия у нас равен отношению количества теплоты, затраченного на нагрев воды в первом случае, к количеству теплоты, которая затрачена в обоих случаях. И этот коэффициент полезного действия у нас 0,85. Раскрываем то, что можно раскрыть, и получаем, что х равен 0,85х плюс 0,85у. Находим отсюда значение для у. 0,85у равен 1 минус 0,85 умноженное на х. Выполнив вычисление, мы получаем, что для у это отношение составляет 3х, деленное на 17. Что мы с вами можем сделать? Мы, конечно, можем здесь подставить значение для х, но нам-то надо найти коэффициент полезного действия для второго случая. Поэтому мы это выражение используем для вычисления у и получаем соотношение, которое необходимо. Это у нас с вами совместное решение происходит. И получаем 34х, зеленое на 37х. И остается деление только цифр. А цифры у нас какие? 34 на 37 – это 0,92. Переводим в процентовку. Это получается 92%. Итак, разбаловка. Если написано выражение для первого КПД, это 3 балла. Если правильно записано выражение для вычисления второго коэффициента полезного действия, это еще 4 балла. Если осуществлено совместное решение системы, получен численный ответ, то это еще 3 балла. В итоге мы получаем 10 баллов за решение задачи. На самом деле задача непростая, поскольку требует определенных знаний и математики, и физики. Давайте заходим в следующую задачу, задачу номер 7. Условие ее такое. Мощность первой в мире советской атомной электростанции 5000 кВт. При коэффициенте полезного действия 17%. Считаю, что при каждом акте распада выделяется в реакции 200 мегаэлектрон вольт энергии. Надо определить расход урана 235 в сутки. Давайте рассуждать. Во-первых, что у нас здесь с вами есть. Во-первых, мощность 5000 кВт, которую надо перевести в Ватт. Это получается 5 на 10 шестой степени Ватт. Коэффициент полезного действия 17%. Записываем как в десятичной дроби 0,17. Не забываем про малярную массу урана. Она равна 0,0235. Время, которое требуется, вернее, в течение которого у нас требуют за сутки. То есть мы должны время записать как 24 часа. Мы помним, что в сутках у нас 3600 секунд. Соответственно, мы должны получить время в секундах. Это в итоге получается цифра 86400 секунд. Не забываем, что нам здесь понадобится число авагадра. Это 6,02 на 10 в 23 степени. Энергия Е1. Она у нас дана в задаче в мегаэлектронвольтах. Мы ее переводим в джоули. И получается 3,2 на 10 минус 11 степени джоули. Я думаю, что вы это все сможете перевести. Итак, коэффициент полезного действия. У нас есть отношение полезной работы к затраченной. При этом полезная работа, как раз таки та работа, да, мощность станции во время. Затраченное, да, это все количество, которое расходуется при этой энергии. Значит, коэффициент полезного действия мы можем записать через отношение. Количество всех частиц к числу авагадра. Да, те, которые нам нужны. И, соответственно, масса, которую нам нужно найти к малярной массе. Потому что все остальные вещи у нас ушли. Выполним подстановку. Поскольку коэффициент полезного действия здесь и здесь один и тот же, то n мы выразим через произведение коэффициента полезного действия на число авагадра. И, соответственно, коэффициент полезного действия мы с вами заменим на вот эту величину. И получим такую формулу. Что нам осталось сделать? Нам осталось сделать подстановку, да, коэффициент полезного действия у нас равен отношению произведения мощности на время, деленное на вот эту величину а затраченное. Соответственно, выполнив необходимые перестановки, да, то есть малярная масса при делении поднимается вверх, мы получаем итоговое выражение для вычисления нашего коэффициента полезного действия. Дальше осталось только что? Подставить. Подставляем цифры и получаем возможность вычисления. После всех математических действий получаем 3,1 на 10 мин 2 килограмма. Переводим в граммы, потому что уран, да, это не килограммы, а граммы. Получаем ответ. 31 грамм расходуется урана 235 за сутки. Давайте возвращаемся к критериям. Итак, если записана формула для вычисления КПД, то это 3 балла. Если записаны формулы для определения количества вещества, то это 2 балла. Если осуществлено выражение, да, перевод КПД в известные величины, это 3 балла. И если вычислена масса урана правильно, то есть здесь проверяются и ваши математические и физические знания, то это еще 2 балла. Итого вы за решение этой задачи получаете 10 баллов. Так, следующая задача, очень интересная. Значит, предмет расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы. Оптическая сила линзы 5 диоптрий. Изображение предмета действительное, увеличенное. Отношение высоты изображения предмета к высоте самого предмета равно 2. Найти расстояние между предметом и его изображением, а также построить изображение предмета в линзе. Ну, давайте посмотрим, что здесь происходит. Для построения изображения предмета в линзе мы с вами используем свойства луча, проходящего через главный оптический центр линзы луча параллельного главной оптической оси. То есть мы через вершину предмета проводим луч до пересечения с линзой. Затем пускаем через фокус и таким образом у нас получается один луч. Вторую луч мы направляем через центр линзы и на пересечении этих двух лучей получаем изображение. Изображение у нас с вами какое? Перевернутое, действительное. И здесь изображены, во-первых, истинная длина, высота предмета, соответственно, то, что получилось изображение. Расстояние от линзы до изображения и расстояние от предмета до линзы. Построение мы с вами выполним. Давайте дальше разбираться. Используем выражение или формулу тонкой линзы. Оптическая сила равна единице, деленное на фокусное расстояние и равно отношению обратных величин. Вернее, сумме обратных величин. Расстояние от предмета до линзы и расстояние от линзы до изображения. Увеличение мы можем найти из формулы отношения высоты изображения к высоте предмета и через соответствующие величины. Зная, что это у нас равно, мы с вами можем подставить в известные нам формулы и найти значение. И определяем, что это равно 60 см. Затем используем связи, которые у нас есть, и находим отношения. Вот из этой формулы тоже это выражение мы нашли. Таким образом, искомое расстояние между предметом и его изображением, то есть сумма расстояний от предмета до линзы и от линзы до изображения, равно 90 см. Перевели эту величину в метры 0,9 метра. Возвращаемся в критерии. Выполнено построение 2 балла. Записана формула тонкой линзы 2 балла. Записана формула для вычисления увеличения линзы 1 балл. Вычислены значения расстояний до линзы предмета и от линзы до изображения предмета – это 2 балла. И найдено расстояние между предметом и его изображением – это 2 балла. Итого получается 8 баллов. Ну, достаточно простая задача, в том случае, если вы знаете все формулы. Следующая задача. У нее достаточно длинное условие. Ну, она интересна сама по себе, потому что на такое некое обобщение того, что у вас есть в вашем арсенале, то есть в ваших органах и чувствах, что нам дано в ощущениях. Ну, и плюс она немножечко теоретизирована. Давайте так. Школьник Вася вошел в комнату смеха и обнаружил там большое округлое вогнутое зеркало, стоящее на полу и закрепленное так, что центр зеркала находится на уровне полтора метра над полом. А ось симметрии зеркала горизонтальна. Насмеявшись, Вася заметил, что его изображение в зеркале при определенных расстояниях до него либо сильно расплывается, либо получается нечетким. И он не может себя разглядеть. Для того, чтобы исследовать это явление, Вася начал приближаться к зеркалу. Идя издалека вдоль оптической оси, и наблюдая при этом за изображением своих глаз, оценить, в каком диапазоне расстояния от глаз до центра отражающей поверхности зеркала школьник мог видеть четкое изображение своих глаз. При этом нам дается диаметр зеркала, ну, 2 высоты, это 1,5 на 2-3 метра, радиус кривизны 15 метров, расстояние от пола, которое равно 1,5 метра, и наименьшее расстояние, с которым Вася может рассмотреть что-либо в подробностях, равно 0,2 метра. Также будем считать для упрощения задачу, что бесконечно удаленный глаз объекта Вася может разглядывать вне зависимости от размеров. Ну, давайте обсудим рассуждение. Отметим, что глаза Вася все время находятся на одном уровне с главной оптической осью зеркала. Рассмотрим, как Вася приближается к зеркалу. Если он находится далеко от зеркала, то изображение его глаз будет располагаться в фокусе зеркала, и Вася сможет его разглядеть. По мере приближения к зеркалу изображение его глаз будет приближаться к точке, удаленной от зеркала, на два фокусных расстояния. Соответственно, крайним положением, из которого Вася сможет разглядеть изображение своих глаз, будет такое, при котором между глазами школьника будет расстояние такое, И его изображение будет как раз таки равно 2А или помним 0,2 метра. Расстояние D от глаз Васи до зеркала в этом случае можно найти, если использовать формулу сферического зеркала. И вот напоминание нам, что она совпадает с формулой тонкой линзы при замене фокусного расстояния F линзы на R пополам. Соответственно мы запишем выражение. Сумма отношений 1 на D плюс 1 на D минус A равно 2 деленное на R. Дальше рассуждение следующее. Мы должны решить это уравнение, затем выбрать больше корень этого уравнения. И пренебрегая слагаемыми, которые очень малы, мы можем получить оценку для расстояния от глаз Васи до зеркала. Это расстояние равно R плюс A пополам. При дальнейшем приближении Васи к зеркалу изображение его глаз сначала располагается слишком близко к глазам. Затем вовсе оказывается позади Васи, то есть на гораздо большем расстоянии, чем расстояние от глаз Васи до зеркала. В этом случае Вася будет воспринимать изображение размытым. Но когда глаза Васи оказываются в области перед фокусом зеркала, то есть когда расстояние до зеркала меньше, чем R пополам, то изображение глаз становится сомнимым и оно располагается так, что Вася его может разглядеть. Ограничение на диапазон видимости изображения глаз в этом случае связано с тем, что слишком сильное приближение глаз Васи к зеркалу, расстояние между его глазами и их изображением может стать меньшим, чем A. При таких расстояниях зеркало можно считать плоским, и поэтому минимальное расстояние глаз до зеркала, при котором Вася сейчас может рассмотреть изображение, должно составлять A деленное на 2. При этом изображение глаз будет находиться на границе видимости. Соответственно, этот ответ мы можем приравнять меньшему корню записанного выше уравнения. Но опять же мы пренебрегаем слагаемые у второго порядка. То есть искомый диапазон видимости изображения состоит из двух интервалов. A пополам, R пополам и R плюс A пополам до бесконечности. Или подставляем наши значения 0,1 метра до 7,5 метра и 15,1 метра до бесконечности. Соответственно, мы так и записываем ответ. Ну, критерии. Во-первых, 12 баллов. То есть приведены рассуждения по нахождению расстояния между глазами школьника и изображением A, D от глаз Вася до зеркала. 2 балла. Применена формула сферического зеркала, до которой тоже нужно додуматься. 2 балла. Найдено значение A расстояния после решения квадратного уравнения. А уравнение достаточно сложное. 2 балла. Осуществлена оценка для расстояния от глаз Вася до зеркала. 2 балла. Выяснены, при каком значении R изображение глаз становится мнимым и получено численное значение. А также определенный диапазон. И на каждый из этих этапов дается 2 балла. Итого 12 баллов. Ну, это задача для десятиклассников. Для одиннадцатиклассников, конечно же. Следующая крайняя задача в нашей сегодняшней лекции – это задача номер 10. На всякий случай предупреждаю вас, что если вдруг я не успею это все проговорить, но всего того, что время конференции ограничено, это рассуждение представлено в пособии. Но я думаю, у нас хватит времени. На гладкой горизонтальной поверхности находится клин массой 2 килограмма. Вот он у нас лежит. Длиной 2 метра под углом до 30 градусов. Прямо перед ним находится пушка, способная стрелять абсолютно неупруглыми пластилиновыми шариками. Масса 10 граммов под углом 60 градусов. Горизонту со скорострельностью 10 шарика в секунду. Пушка стреляет с начальной скоростью такой, что первый шарик попадает в вершину клина. При этом клин приходит в движение. Определить среднее ускорение клина в начальный момент движения. При этом смещением клина можно пренебречь. Ну, давайте. Значит, теоретизированное. Для этого надо записать начальную скорость, если траектория проходит через соответствующую точку. Произведение скорости на время и на косинус угла альфа дает нам по теореме длину L. Соответственно, второе уравнение мы можем записать как произведение, когда тело у нас лежит под действием сильной тяжести. Если мы решаем эту систему совместно правильно, то находим, что начальная скорость выражается следующим образом. Ж делится на корень из 2 косинус альфа, синус альфа минус косинус альфа, умноженное тангенс это. Выполняя правильно подстановку, получаем 5,88 метра. Ну, в данном конкретном случае мы говорим о таких цифрах, не округляя. Значит, решить эту задачу, если правильно ее решить, то можно получить 10 баллов. Записана система уравнений для определения начальной скорости шарика. Найдено решение системы. Получено численное значение начальной скорости. Затем, соответственно, вы определяете импульс, переданный клину одним шариком. Затем вы записываете выражение для этого. Определена сила, действующая на клину, то есть написан закон изменения импульса. И конкретно учтено время. Определено ускорение клина, то есть получен правильный численный ответ. Ну что, дорогие мои, спасибо вам большое за внимание. Успехов вам в решении задач. Я надеюсь, что все моменты, которые мы с вами поговорили, они вам будут очень полезны при подготовке к очередному этапу проведения Олимпиады. И на самом деле у вас должна появиться уверенность в том, что вы со многим можете справиться. И лишь только при правильной организации своей самостоятельной работы вы сможете добиться тех замечательных успехов, про которые мы с вами говорим. Спасибо за внимание. До свидания.